В эту субботу, 13 августа, около Дворца спорта Олимп в Краснодаре и на всей территории города будет праздноваться День физкультурника. Вот подробнее об этом мероприятии мы поговорим с нашим гостем, начальником управления по физической культуре и спорту города Краснодара Анатолием Мирошниковым. Доброе утро, очень рады видеть. Доброе утро, Анатолий Николаевич. Наверное, начнем с главного вопроса. Во сколько, где все начнется и как это будет проходить? Все начнется с раннего утра и уже с 9 часов на улице Красной мы увидим яркие выступления наших спортсменов. Также это будет большой совместный праздник, где будет присутствовать и наша молодежь, управление по-другому молодежи, выставляет свои интерактивные площадки. Также департамент образования, департамент управления культуры выставляет площадки, где можно будет прийти и поиграть с детьми, с родителями. Начинается это все от Красной перекрытия и до конца, до улицы Орджоникидзе, где будут площадки обеспечены нашим министерством по физической культуре и спорту. Мы увидим лучших спортсменов нашего края. Вот это будет начало. Дальше по всем четырем округам города Краснодара мы начнем проводить турнир. Запустили мы турнир футбольный месяц назад под названием «Футбол в каждый двор». Он проходит именно на дворовых площадках, которые нам сейчас, спасибо нашей программе, краевой и городской, построили. Мы практически в каждом дворе. И кульминация – это, конечно же, район нашего спортивного комплекса «Олимп» «Затон», где в 16 часов начнется торжественное мероприятие, где будут чествоваться наши, конечно же, лучшие спортсмены, ветераны спорта. И окончится оно открытием нашего городского пляжа. Вот здесь хочется сказать «дождались» наконец. Дождались, ура! И это, кстати, был следующий вопрос по поводу городского пляжа. Вот как он будет выглядеть? Что это будет за место? Значит, городской пляж – это тихо и слабосказано. У нас будет большая игровая, спортивная зона отдыха с чашами, бассейнами на территории «Затона». Вот это будет три бассейна. Вместимость их 33 человека каждой, вход на который будет абсолютно бесплатен. Значит, будет у нас семь заходов в течение дня. Начиная с 10 часов по 45 минут один заход. Затем мы выходим 15 минут технологический перерыв. И вот так в течение дня. С небольшим перерывом в обед, для того, чтобы вода могла провести полный цикл очистки. Также на нашей зоне можно будет принять солнечные ванны. Для самых маленьких… Что для девушек особенно актуально. Конечно, это да. Для самых маленьких – это, конечно же, песок, поиграться, построить замки из песка, попробовать себя в качестве архитектора. Для спортсменов у нас есть воркаут-зона. Ну и шикарная будет зона пляжного волейбола, пляжного гонбола и пляжного футбола. Скажу так, что во время открытия нашего праздника будет проходить большой городской турнир, куда приедет порядка 17 команд из регионов России. 50 команд у нас заявлено, поэтому будем болеть, конечно же, за краснодарцев на нем. Но пожелаем удачи всем. Вот смотрите, так же… Подожди, вот есть еще две вещи, про которые хотелось бы спросить. Это будет возможность сдать нормы ГТО. Где это будет можно сделать и кто будет за этим следить? И вообще, какие именно или полностью нормы ГТО? Значит, вот мы перебегаем плавно с нашего, как говорится, водного кластера, как мы его назовем, города Краснодара, и перейдем поближе к нашему спортивному комплексу «Алим». Значит, 34 спортивные площадки будут расположены на территории вокруг спортивного комплекса, где будут рассказываться и о скандинавской ходьбе. Наши уважаемые ветераны, которые занимаются в городе Краснодаре, и о ее пользе они будут показывать все. Будут прыгать наши батутисты на батуте лучшие. Тем более, накануне, 12-го числа, будет Яна Павлова достойно выступать. И удачи ей пожелаем на нашей Олимпиаде. От телевизоров не отойдем, я так чувствую. Да, все за нее будем болеть. Также будет у нас площадка с ГТО, потому что ГТО сегодня у нас сдают школьники, а уже с 17-го года начинаем сдавать мы все, может, любой и пенсионер, и рабочий человек сдать. Я так чувствую, что к 17-му году надо это. Как-то привести себя в порядок. Для этого мы и проводим. Мы проведем небольшие тесты, можно будет прыгнуть, можно будет подтянуться, отжаться. И вам скажут, что вам нужно сделать для того, чтобы в следующем году вы могли сдать данные виды на золотой знак отличия. А в целом, вот если смотреть, да, вы поскольку давно за всем этим следите, у нас буквально немножко времени осталось. Вот Краснодар и спорт, как в целом оцениваете развитие спортивного движения в Краснодаре, как краснодарцы активно сегодня вливаются в спорт? Спортивный у нас город? У нас очень спортивный город, мы это видим. Каждое утро у нас масса людей выходит на пробежку. Если мы все гуляем по улице Красной, выходные дни, когда она перекрыта, ролики, велосипед, все. И самое главное, это, наверное, визитная карточка города Краснодара, это наш марафон, который проходит. И на сегодняшний день город Краснодар является самым бегающим городом в России. Это было очень приятно услышать. Спасибо вам большое. И мы, конечно же, все обязательно придем на День физкультурника в Краснодаре, 13 августа. Не пропустите.